МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поэтому как бы, как уж сегодня программу не назови, к счастью или к сожалению, но мы сегодня будем со Светланой с вами. Да, и надо сказать, что такая история продлится аж целых две недели, поскольку Володя будет отдыхать, и мы надеемся, что погода сжалится и над нами, и над ними, и все-таки исправится, чтобы и отдых, и работа были хорошими. И вам тоже, наши дорогие слушатели, хорошего начала недели. У нас два часа работы сегодня, и, как всегда, мы анонсируем наши программы. Со второго часа начнем. Перспективы проекта «30 скверов», насколько он нужен Кирову, мы обсудим со Светланой Кекиной, экспертом регионального отдела Общероссийского народного фронта, организатором клуба «Вятские сады». Напомню, что Светлана Кекина была инициатором и куратором, как сказать, организации сквера на Менделеево. Одного из первых удачных опытов. Да, большой-большой сквер на Менделеево. И, судя по всему, в этом году рассчитывали, что сквер будет увеличен в размерах и продлен до самой улицы Воровского, там длинная такая полоса вдоль Менделеева. Но вот что происходит, я так понимаю, что и этот сквер сталкивается с трудностями, и проект «30 скверов». Мы не ожидали, что он легко пойдет, но, тем не менее, тоже трудности есть. И надо тебе сразу сказать, Коля, у меня сегодня будет в особом мнении Денис Ерохин, и там тоже мы эту тему по 30 скверам затронем с другой стороны, потому что участки, на которых эти скверы планировалось сделать, очень многие участки, это участки под снесенными старыми домами, а с этими территориями, которые остались от старых домов, большие проблемы, как выясняется. Как выясняется, да, после того печального случая, когда ребенок провалился в ямку, оставшуюся как раз на месте снесенного старого здания. Совершенно верно. То есть у нас продолжение, эта тема в другом ракурсе, но получит в особом мнении после часа дня. Тут я хотел бы, Свет, еще напомнить нашим слушателям, что у нас еще есть опрос по поводу нашей второго часа, чтобы вы активно подключались к этому опросу до ближайшего от моего дома парка «Ресквера». Вопрос такой, могу дойти пешком, первый вариант ответа, мне кажется, самый идеальный, да? Не могу дойти, нужно ехать, хотя тоже как бы было бы куда ехать. И третий вариант, живу за городом, за забором, лесом, это просто счастливые люди, я считаю. Ну, ты знаешь, вот этот вариант «могу дойти пешком», он тоже такой большой знак вопроса. То есть сколько тебе требуется для того, чтобы до него дойти? И полчаса, 10 минут, 15, 5, он за углом находится. И второй еще, наверное, вопрос, Свет, это когда ты придешь в этот сквер, что ты там увидишь? Да, что ты там увидишь? Ну, вот это вот все, пожалуйста, во втором часе. Мы готовы с вами пообщаться, слушатели по телефону 211-101 и на эту тему, и на ту, которую мы с Колей приготовили для первого часа. Мы очень долго присматривались к проекту, который инициировал господин Собянин в городе Москве. Проект называется «Активное долголетие», и к нему город Москва шел очень долго. Но вот в этом году, в марте месяце он запустился. О том, что он будет запущен, сам Собянин сообщил уже в феврале. И этот проект очень похож на ту инициативу, которую тоже и наша радиостанция с группой активистов и при участии некоторым соцблока, нескольких депутатов, пыталась запустить полтора года назад. Проект назывался «50 плюс», и он прямо очень похож на то, что сделал в итоге Собянин. И я знаю, что наши слушатели тоже в нем участвовали, и читатели газеты «Первый источник» тоже в этом участвовали. То есть мы хотим разобрать этот вопрос. Итак, что произошло в Москве? В марте 2018 года запустился проект «Активное долголетие». Этот проект рассчитан на то, что люди, которые выходят на пенсию для женщин возрастом с 55 лет, а для мужчин с 60 лет... Ну, пока еще, по крайней мере. Да, в каждом территориальном центре социального обслуживания в Москве были открыты такие центры активности «Активное долголетие». Рассчитаны они были на то, чтобы в этом возрасте люди не сидели дома, не чувствовали себя одинокими, не чувствовали себя незанятыми, выходили на улицы, выходили в эти центры, встречались со своими коллегами и совместно занимались различными видами деятельности. Тут вопросы возникают, какой люди привыкшие работать, да, постоянно каждый день ходить на работу, когда они оказываются на пенсии, обычно сталкиваются с такой психологической проблемой, да, то есть вот с утра проснулся, а куда идти? Да, что делать, как себя применять? Вот господин Собянин сам лично очень активно принимал участие в разработке этого проекта и определил три направления, в которых будут развиваться вот эти вот кружки, абсолютно бесплатные, внимание, это очень важно, абсолютно бесплатные. Также в нашей инициативе 50+, мы тоже на это ориентировались. Причем, Светлана, я еще хочу обратить внимание, вот когда я сказала, что открылись центры, там не просто вот приходит человек в центры, там висит такая табличка, здесь то-то, 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 там именно идет изучение мнения, кому и что хотелось бы. И уже на основании вот этих вот заявок от пенсионеров, ну просто от людей возраста, так сказать, золотого или серебряного, по-разному можно называть, на основании этих заявок уже будут создаваться соответствующие, скажем, кружки там или как-то назвать, секции, неважно как. Но тем не менее, понятно, Собянин это разбил на три направления, это здоровье и активный образ жизни, спорт, да, попросту говоря, доступный, второе, это развитие, имеются в виду образовательные программы различные, и третье, это досуг, и третье, это досуг. И под эти проекты были созданы различные виды деятельности, и мы их сейчас можем перечислить. Первым называется скандинавская ходьба. Это и общение, и здоровый образ жизни, и природа, погода и прочее. Вот это все доступно стало с марта месяца всем москвичам названного возраста. Мне кажется, наиболее бюджетный вариант, потому что он не требует каких-то специально подготовленных помещений, да, то есть как бы просто люди собрались, и все равно они идут на улицу. Я могу, как человек, который занимается скандинавской ходьбой, сказать, что это... Ты открылась для меня с неожиданной стороны в этом эфире, я тебя еще не видел. Я тебе хочу сказать, что с этого все и началось, с этой скандинавской ходьбы, когда я поняла, насколько это может быть доступно, и насколько это действительно хорошее влияние оказывает и на организм, и на психику твою, и когда я увидела группы людей разного возраста, абсолютно разного, и мужчин, и женщин, и обязательно там пожилых, очень молодых, которые занимаются скандинавской ходьбой, Тут у тебя общение, и социализация, и спорт, все-все вместе. Гимнастические упражнения, аэробика и йога, спортивная программа для совершенствования своего тела и похудения. Я перечисляю внимание, это программа для Москвы. Для Москвы мы разберем, какая потребность в Кирове тоже есть. Готовьте свои телефоны 211-101. Проект-курс «Здоровый образ жизни», где медработники научат вас правильно питаться, цитирую я по сайту правительства города Москвы, поддерживать свое здоровье в идеальном состоянии. Медиков привлекли. Следующий. Вышивать или вязать, шить и готовить кулинарные шедевры. Это уже традиционно, мне кажется, досуговая такая вещь. Это досуг. В творческих студиях можно заняться танцами, петь, рисовать, создавать подделки своими руками. Творчество, развитие. Вы научитесь пользоваться современными компьютерными программами, обращается правительство москвичам за 55. Сможете изучать иностранные языки. Между прочим, по насчет иностранных языков, как и странно, одно из самых востребованных, казалось, направлений. Судя по тому, как идет желание пенсионеров, почему-то они все активно хотят изучать иностранные языки. Вы тоже. И мы скажем, где. Помимо участия в кружках, каждый сможет принимать участие в конкурсах, фестивалях, смотрах и концертах. Это будут как местные районные выступления, так и участие в общегородских и областных мероприятиях. К примеру, говорит правительство Москвы своим горожанам за 55. Вы будете принимать участие в фестивалях «Супер бабушка», «Супер дедушка», «Марафон танцем возраста», «Возраст нет» и подобных. Ну и дальше мы с тобой продолжим цитирование. А сейчас мы обращаемся к нашим слушателям. Телефон прямого эфира 211-101. 211-101. Если вам за 55, да или даже за 50, и вы уже задумывались о том, чем вы будете заниматься на пенсии, скажите нам, вы представляете себе, чем вы будете заниматься на пенсии первое? Хватает ли в городе Кирове таких вот мест, куда бы вы могли прийти, пообщаться с соседями, пообщаться с горожанами и заняться тем, чем вам нравится? Неважно, это будет спорт, иностранные языки, компьютерная грамотность какая-то, просто готовить вместе кулинарные шедевры. Там изобретать, хватает ли таких мест, и, наверное, насколько они доступны и по деньгам, потому что пока что в основном они платные в городе Кирове, и по расстоянию, да, вот в принципе, вот в шаговой это доступность, или нужно ехать куда, или вообще ничего этого нет. Вообще, в принципе, вы можете сказать, мне хорошо, я наконец-то буду сидеть на диване, смотреть телевизор, пить чай, и все, займусь внуками, ничего мне не надо, не надо для меня специально ничего организовывать. 211-101, 211-101, пожалуйста, звоните и сообщайте нам о своих потребностях, и высказывайте свое мнение. Сейчас мы проверимся буквально на полминуты, после чего уже будем принимать ваши слушатели звонки. Итак, 211-101, хотите ли вы, чтобы программа «Здоровое поколение», которая была создана как пилотный проект в городе Москва... Активное долголетие. Активное долголетие, прости, просто их достаточно много, мы сейчас разберем. Активное долголетие, которое стартовало в городе Москва по инициативе мэра Москвы господина Собянина, пришел и в город Киров. Напоминаю, что с марта месяца в Москве в каждом центре социального обслуживания были созданы бесплатные кружки, секции и прочее для людей за 55. Которые по трем направлениям разбиваются. Это спорт, активный образ жизни, здоровье. Это досуг. И это творчество. Бесплатные совершенно. Люди занимаются со специалистами. И вот как нам сообщает московское правительство, в первые же несколько недель сбора заявок, то есть можно было звонить и сейчас можно звонить в Москве, в Москве не у нас, было сколько больше 30 тысяч человек москвичей заявились и уже воспользовались этими услугами. И продолжается набор в эти группы. И люди приходят и пользуются вот этими услугами. У нас есть телефонный звонок. Да, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. В эфире как вас зовут? Меня зовут Людмила Ивановна. Мне 74 года. Отлично. Я хожу скандинавской ходьбой. Ходила в хор долго, с 18 лет. Мне сейчас 74. Перестала ходить в хор. Чем-то хочу заняться. Почему перестали ходить в хор? Уже памяти нет. Не напоминаю. Чем вы хотите заняться? В скандинавской ходьбой правильно. Конечно, я приблизительно знаю. На северной набережной хожу. То есть вы сами как научились, так и ходите? Да, да, да. И хотелось бы, чтобы был какой-то тренер. Неплохо бы. Еще бы чем-то заняться. Но у меня болезней много. Не все доступно. Остепороз уже. Боли. Людмила Ивановна, да? Правильно я расслышала. Людмила Ивановна, а вы по северной набережной ходите одна? Или у вас там группа? Есть компания двое-трое. Двое-трое. Это женщины в основном или мужчины тоже есть у вас? Женщины. Женщины. И вы просто купили себе палочки и вот так вот ходите? Да, подарили на день рождения. Подарили. Внуки, дети? Дети. А как часто вы ходите с палками? Каждый день по пять километров. Каждый день по пять километров. Замечательно. А вы говорите, еще чем-то хотела бы заняться? Например, чем? Ну, я не знаю, что предложено будет. Ну, мне бы хотелось бесплатно, конечно, внучатам. Я помогаю много. Остается еле и на питании. Нет, ну, примерно чем? Может быть, вы хотели бы там научиться готовить что-то интересное, да? Вот такое вот это? Ну, готовить неплохо бы, но это бы было на филейке, я живу. Только ездить опять проблемно платить за проезд надо. А скажите, знаете ли вы, где на филейке находится территориальный центр социального обслуживания? Нет. А какие еще центры, например, активности вы знаете? Может быть, в том... Совет ветеранов у нас есть, а в ВИТЭКе в заводе. При ВИТЭКе Совет ветеранов. Понятно, спасибо большое. Людмила Ивановна вот говорит нам, что она не знает, где находится центр социального обслуживания. Людмила Ивановна, не кладите трубочку, пожалуйста. А я уже попрощалась. Ну, ничего, я думаю, что она еще пока... Вы еще слушайте нас? Алло. Все, давай. Ну, ты комментируй. Нет, я просто хотел, вот ты когда говоришь насчет центров, хотел спросить по старой памяти. Там же есть какой-никакой дворец культуры. А что с дворцом культуры на ВИТЭКе стало, ты знаешь? Ну, я не знаю, что с ним стало, но здание как таковое есть, и что-то там в нем работает. Вот что-то там непонятно все время. Там, по-моему, центр семьи создали. А вот как он работает, мы не знаем. Потому что ведь традиционно у нас много дворцов культуры, они разнесены по районам, и традиционно, по крайней мере, так как я человек тоже предпенсионного возраста, я хорошо помню, как это было раньше, да, то есть вот эти дворцы культуры, это как раз и были центры, где пенсионеры проводили свой досуг, в том числе и с спортивной точки зрения, и с познавательной, то есть были какие-то кружочки, да, кружки там, секции. И чему-то учились, тому же вышиванию, кройке, шитью, там было место, где они общались. Давно ты был в наших домах культуры? Ты знаешь, вот я как-то давно в них не хожу, потому что у меня жизнь такая, что как бы мне вот пока некогда туда. Ну вот время от времени, когда даже с нашими детьми мы туда попадаем, вот мы скоро будем в лагерь сдавать наших детей, и там вот мы будем сдавать у космоса, например, да, если мы посмотрим Первомайку, тот же ЭвиТек, я когда туда попадаю по выходным. Даже если говорить о космосе, в космосе совершенно точно для людей моего возраста есть духовой оркестр. Духовой оркестр. Ты когда попадаешь вот в эти центры, в дома культуры в последнее время, ты видишь, что там прежде всего чем они занимаются, и на чем могут как-то себя поддержать, заработать, пустить ярмарку выходного дня, там белье какое-нибудь продавать, Ивановское. Требуется очень ремонт, вот когда у нас были, мы освещали итоги программы по домам культуры, вы помните, что ремонтировали, деньги выделялись, они говорили, что они люди, которые живут в Кирове, вот как Людмила Ивановна говорили, что похожи на страшные, разрушенные, постаревшие колхозные клубы. Прошу прощения, в свое время колхозные клубы были шикарные, сейчас они, конечно, в состоянии ужасном. И самое-то важное, вот на что и Людмила Ивановна делает акцент, и мы, когда анализировали опыт проекта 50+, людям необходимы наставники, профессиональные тренеры, медики, потому что очень у многих противопоказания разные всякие есть, да, люди, которые будут учить компьютерным программам, у нас есть уже это при обществе, знания, это понятные иностранные языки, а вот что касается досуга, что касается спорта и программы здоровительных, вот это вообще никак не охвачено. Я вам хочу сказать, вот там открыт такой секрет, я на прошлой неделе, когда очередной раз читала вот эту программу активное долголетие, я напоминаю, эта программа в Москве не у нас реализуется, и побывав несколько раз в Москве за эту весну, увидев, какое количество социальной рекламы в Москве есть по этой программе, где такие счастливые мужчины и женщины, и расписано, сколько там возможностей у них чем заниматься, в шаговой доступности бесплатно, в шаговой, вот Людмила Ивановна говорит, чтобы не ехать, чтобы не платить деньги, с подписью Собянина, который желает им их долгих лет жизни. Я вот на прошлой неделе этот весь проект сбросила заместителю председателя правительства Дмитрию Александровичу Курдюмову. Мы когда-то с ним обсуждали как раз историю про 50+, про то, что надо бы создавать такие местные, в местных центрах активности вот какую-то такую историю по скандинавской ходьбе, по йоге, по танцам. Он сказал, что он посмотрит весь этот материал, и вот на этой неделе уже, может быть, что-то там скажет, насколько это возможно, потому что он же развивает у нас медицинскую помощь, там, медицинский туризм. Хотелось бы, чтобы не просто была помощь, там, сустав поменяли, и с другим ты пошел, а еще и люди, которые тут живут, пожилые, они могли дальше с этим суставом взять скандинавские палки и бесплатно с тренером пройтись. Посмотрим, что получится. 211.1, 211.1. Какая у вас потребность есть в различного рода активностях? Должны ли быть они платные или бесплатные? Не обидно ли вам, что есть в Москве, а у нас этого нет? Ждете ли вы такой проект, да? Пожалуйста, где бы вы хотели заниматься, чем конкретно, платно или бесплатно? Напоминаю, что мы разбираем проект «Активное долголетие», который с марта месяца реализуется в городе Москве. 211.101. Здесь бы, Свет, еще все-таки отметить, ты вот так такой медицинский акцент делаешь, но вот мне понравилась цитата из главного акушера, так сказать, России, главный акушер России, вот комментируя этот сам проект, Лейла Адамян ее зовут, да? Да, это она как раз комментировала проект «Собянецкий». Она очень хорошую фразу сказала, что здоровье человека на 50% зависит от него самого, от медицины только на 20%, еще на 15% от наследственности и остальное от экологии, да? То есть, по большому счету, все равно инициатива должна исходить от самого человека. Я по-другому поняла ее цитату. Она говорит, что здоровье на 50% зависит от нас самих, от нашего образа жизни. То есть, безусловно, Коль, если у тебя есть желание выйти на улицу, найти себе друзей, купить скандинавские палки и пойти заниматься там... Ты так начала, интересно, если у меня есть желание выйти на улицу, найти себе друзей, я как-то не про скандинавские палки подумал, да? У нас как-то обычно не так здоровье проводят, да? Вот, я вчера около очередного алкогольного магазина видела, как общались люди этого поколения с подростками, и те, и другие стояли с пивными бутылками. Мне это ни разу нехорошо, ни разу нехорошо. Обмен опытом происходил? Происходил вот такой обмен опытом, а учитывая, что у нас патрульных на улицах практически нет сейчас, то никто и не разгоняет их. Они прям открыто, понимаешь, без всяких вопросов этим занимались. Стояли с пивными бутылками, обменивались опытом, как ты говоришь. Так вот, я, Адамьян, поняла по-другому. Как раз зависит от нас это воспользоваться возможностями, которые предоставляются. А вот вопрос, какие возможности в Кире предоставляется поколение 50+, это большой вопрос. Мне кажется, она еще подняла и так, что надо всю инициативу проявлять им самим. То есть, домой тебе не принесут. Надо куда-то идти, что-то предлагать. В данном случае, даже вот когда они начинали этот проект, все равно это началось с того, что людей пригласили прийти и сообщить, что они хотят. Они их не пригласили прийти и сообщить. Им предложили, а потом в Москве, а потом люди звонили и делали выбор. И в этом году они обкатывают проект, чтобы понять, что конкретно массово требуется, что конкретно массово пользуется популярностью, а остальное отвалится. Так все равно это нужно прийти и сказать, понимаешь? Надо прийти и сказать, я хочу делать проект. Да никто никуда не приходил, Коля. Звонили, по крайней мере. Коля, это придумали люди, которые в московском правительстве в связи с тем, что у нас грядет повышение пенсионного возраста. Это же совершенно очевидно. У нас повышается продолжительность жизни, у нас будет повышаться пенсионный возраст, и надо как-то готовить население. Вот придумывают программы. Они придумали эту программу, если бы они просто придумали, эта программа сдохла, как и многие другие программы на эту тему. Их очень много было за последние годы. Если бы они сначала не взвесили то, что востребовано, а создали бы опять какие-то непонятные вещи. То есть они сидели, к ним приходили массово пенсионеры и говорили, дайте нам. Они сначала провели опрос. Для того, чтобы провести опрос, они связывали с ними. Люди звонили, люди сообщили, люди приходили и говорили, чем бы они хотели заниматься. Вот ты сам себе противоречишь. Ты говоришь, они сначала провели опрос, это правительство. А изначально ты говорил, что люди должны были в связи с тем, или куда-то прийти и что-то сказать, куда-то позвонить и что-то сказать. И только на основании того, что они сказали, собственно говоря, уже листали вот эти предложения. Потому что иначе... Но инициатива шла от правительства Москвы. 211-101, у нас есть телефонный звонок. Алло, добрый день. Да, здравствуйте. Да, пожалуйста, представьтесь и высказываетесь. Очень интересная и нужная тема, которую вы поднимаете. Пожалуйста. Я пробую заниматься. Как вас зовут? Мне 63 года. Мне Татьяна. Татьяна, вам 63 года. Да, да. Ну, сама, скажу, не искала, но вот увидела, что Вятка банк организует такие группы. Отправила туда пенсию свою. Ну, я не вижу, что насчет. Там такое условие. И вот пытаюсь ходить на эти занятия. А какие там занятия есть? Ну, конечно, получается, я рекламирую. Ничего страшного. Там очень много. Там просто не хватает места для всех. Давайте вы нам расскажете, Татьяна, где вы конкретно занимаетесь. Это в каком районе? Это центр. Ну, поскольку я в центре, слава богу, живу. Это центр города. Я услышала, что вы занимаетесь йогой. Йогой. И, ну, там они приглашают и мастеров йоги, аэробики, разные другие по дачным проблемам. Сколько раз в неделю у вас есть возможность приходить на занятия, организованные этим банком? Каждый день почти. Каждый день? Бесплатно? Да, есть занятия каждый день, бесплатно, да. То есть такая акция, что ты свои пенсионные накопления переводишь в банк, а он тебе обеспечивает ежедневную активность. Да, да. Сколько времени вы уже этим занимаетесь? Ну, уже, наверное, год второй. Ну, с перерывами там, когда-то я уехала. Второй год. Вы говорите, что очень много людей там, да, больше желающих, чем даже возможности. По-моему, больше, потому что вот я иногда забываю записаться. Там надо записаться. Заранее, да? Ну, как бы заранее, да. И мне говорят, нет, места уже нет. Но действительно, спортзал, когда приходишь, там он хоть и большой, но все равно он человек 30, наверное, вмещается для того, чтобы заниматься было правильно. А в каком спортзале занятия проходят? Так, а вдруг я их выйду? Нет, мне, я вам сразу скажу, что мы с Вяткобанком делали этот проект в рамках проекта 50+. Это наша инициатива в том числе была. Ну, так, это на Красноармейской, какой там, авангард, кажется. Рядом с авангардом, спортивная школа? Нет, 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 в самом авангарде, да? В самом авангарде. Татьяна, скажите, пожалуйста, вы говорите, что потребность очень большая. Вот в какой все-таки сфере больше лежит ваша потребность? Это спорт, здоровый образ жизни, творчество, обучение каким-то новым навыкам? И то, и то, потому что там были занятия и творческие, по лепке, по какому-то, по рисованию. Вот мне это тоже интересно, но я вижу, что там тоже конкурс. То есть там тоже, ну не конкурс, но вернее, много тоже желающих прийти туда порисовать. Вот на рисование, там человек, по-моему, 15-17 собралось, все, больше в группу не записывали. Ну да, потому что, ну как-то больше. Ну да, там больше просто уже не получится. Так пожелания, Татьяна, пожелания от вас. А пожелания, вот я еще бы танцами хотела заниматься, потому что я в молодости занималась, и хочу сейчас вспомнить. Ну вот говорят, что в практикуме есть такие группы. Танцевальные? Там есть танцевальные группы, но практикум это полностью коммерческий проект. Ну да. Коммерческий. Спасибо за комментарий, Татьяна. 211-101, а после короткого перерыва мы продолжим принимать ваши заявки. Ну вот с Колей тут организовали прием заявок. Какими вы видами деятельности бы хотели заниматься, на каких условиях, если вам за 55? Собянин в марте этого месяца в Москве запустил проект... В марте этого года свет. Давай я скажу, потому что ты опять скажешь... Активное долголетие. Активное долголетие. Москва показывает нам, например, это пилотный проект, они хотят его обкатать, посмотреть и порекомендовать. А мы, в свою очередь, со Светланой занимаемся сейчас тем, что хотим услышать вас, уважаемые слушатели. Хотели бы вы, чтобы этот проект пришел к нам, и что бы вы именно, как бы вы его увидели, чем бы вы хотели заниматься, где, с кем? Ну вот мы отметили, с Колей, ключевые точки, что каждый, вот каждый территориальный центр социального обслуживания имеет сейчас возможность предоставить москвичам за 55 различные возможности заниматься различными видами деятельности. Здоровье, спорт, досуг, развитие, они обеспечены финансово, они выглядят, конечно, немножко, коль по-другому. Мы уже с тобой тут прошлись по нашим домам культуры, но дома культуры у нас выглядят жалко, сразу скажем, просто жалко. Ты заходишь, ты заходишь, поднимаешься по ступенькам дворца молодежи, он же... Ну, то есть сразу про дворец молодежи, как раз немножко не тема. Ну, почему это? Там тоже это центр досуга и культуры. Там центр культуры и досуга, там как бы уже немножко другое отношение. Но это выглядит, это все ужасно, честно говоря. Тем не менее, если даже в таких условиях наши дворцы культуры каким-то образом умудряются работать, и потом и тот же ДНТ, и тот же ДК Космос, да, они работают, что-то там происходит. Другой вопрос в том, что происходит и как об этом узнать. Да, вот интересные были у нас звонки. 211-101, у вас есть возможность позвонить, мы собираем ваши запросы. Вам нравится такая программа, не обидно ли вам, что нет ее в Кирове, как вы ее у нас тут видите? Вот Людмила Ивановна сказала, что она не знает, где у них там на ОЦМе центр социального обслуживания. С другой стороны, они тоже молодцы, да, вот люди просто вышли на набережную, там прекрасные набережные, взяли палки и пошли. Другое дело, что кто-то бы им еще подсказал, она правильно говорит? Ну, она обозначила потребность, что этого мало, что этого мало, конечно. Давай еще примем звонок, 211-101, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Алло. Добрый день. По поводу ваших тем. Да, представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Гоша, 62 года мне. Я веду активный образ жизни. То, что касается Москвы, там есть первичное наличие лишних денег, которые вкладывают в данную программу. То есть начинается все с денег, так же, как и вятка банки, тоже вопрос денег. Поэтому все ваши обсуждения выглядят, ну, я не знаю, прекраснодушными мечтаниями в дуке Манилова. И не более. Но тем не менее, вот вы ведете здоровый образ жизни, что вы делаете? Ну, я на велосипеде езжу, у меня есть и транспорт, и велосипед. Мне больше не надо, мне не нужны тренеры, мне не нужны бюджетные средства. Здоровый образ жизни – это выбор каждого человека. Да, мы сейчас говорим не только о здоровом образе жизни, мы еще говорим о том, что люди, когда... Многие, вас это, как я слышу, не касается, но многие люди, выходя на пенсию, жалуются на то, что остаются одинокими. Нет, но вы приводите, в пример, Москву. Москва – это другая планета. Вы не верите в то, что в Кирове может такой проект существовать? Исходя из всяких Тобянина, это, ну, просто, я не знаю. Гош, скажите, вы не верите, что в Кирове такой проект тоже можно реализовать? Абсолютно не верю. Все понятно. В другом масштабе, Гош. Вы знаете, что местным ветеранам труда, работающим, не выплачивается вот это вот жалкое подсобие? Знаете, нет бюджетных денег. Ну, вы хотите, чтобы наши бюджетные, наши деньги потратили на программу? Не верит. Спасибо. По-моему, есть гораздо более насущные вещи. Да, например, дороги. Спасибо, Гоша. Спасибо, спасибо, понятно. Вот, и я ожидала такого звонка, ты, наверное, тоже. Почему нет? Да, ведь? Это очень нормальная позиция. Человек, собственно, сам себя занимает, он свое долголетие лично обеспечивает. Ну, тут я еще другое услышала. Ты ведь тоже это услышал? Он не верит вообще, что возможно что-то реализовать такое, как в Москве. Он говорит о том, что это будут деньги, которые необходимо пустить на выплаты или на дороги, а не на какие-то такие проекты. И, в принципе, он говорит, что мы и Москва – это разные планеты. И никогда то, что в Москве происходит, не будет происходить в Кирове. Оно распространенное, конечно, это мнение. Но я вот как раз уже несколько раз напоминала про проект 50+. Мы этот проект, прощупывая почву, как раз запускали в рамках нашей радиостанции. И тогда мы разместили маленькую заметочку, договорившись предварительно, и с тем же Вяткобанком, и с несколькими депутатами, которые курируют вот как раз разные центры активности и спортивные объекты. Можете ли вы обеспечить расширенные группы по занятию спортом и чего бы то ни было? Договорились, увидели какое-то количество мест, разместили заметку в источнике, в первоисточнике. Нам в первую же неделю позвонило больше 300 человек. Больше 300 человек говорили о том, что нам очень надо за одну неделю, что мы хотим, пожалуйста, бесплатно. Кто-то говорил у дома, кто-то говорил, я готов ездить на другой конец города, только чтобы это было, потому что мы же живые, мы же хотим. Не просто там, понимаешь, кто-то может сам по себе заботиться на велик сесть и пойти, а кому-то необходим коллектив, понимаешь, коллектив. А еще им нужен человек, который будет учить их правильно ходить, правильно петь, здоровье, по здоровью проконсультируют. Чем там дело закончилось, я попозже расскажу, у нас есть телефонный звонок. Добрый день. Алло, здравствуйте. Меня зовут Алистина, мне 71 год. И для меня самое насущное, это, конечно, лечебная гимнастика. Вот у меня больные суставы, есть позвоночник больной. Дважды оперировали тазобедренный сустав. И поэтому, вот мне, допустим, врач в этом году, я ездила после 6 месяцев на консультации, он сказал, занимайтесь в обыкновенном зале, то есть делайте силовые упражнения. Где в этом зале заниматься, как ведь, я сама, я вот на велосипед сесть не могу, потому что у меня тазобедренный сустав оперированный, я боюсь упасть. И заниматься в зале, ну я ходила, занималась, ну там же вот у нас, я живу в комментариях, ну там никакого тренинга там нет, какие упражнения я когда-то выполняла, у меня была грыжа поясничная, и единственное, что мне помогло, здесь у нас мне предложили операцию, я поехала в Нижний Новгород, занималась в центре Бугновского, и там я эти болевые ощущения сняла за месяц. Я платила, но я нисколько не жалею этих денег. Вот у себя Порозин, ревматолог говорит, очень хорошие силовые упражнения. Но где заниматься? Ну, за приемлемую плату я бы даже согласилась, но чтобы там были именно, понимаете, специалисты, врачи, потому что вот я ходила к нам в кинезотерапию, это сбор денег, хотя они сами себя рекламировали. У них особых тренажеров нет, и там занималась, допустим, лечебной гимнастикой 15 человек. Что я там делала, стояла в стороне, на меня вообще никто не смотрел. Поэтому заниматься так, чтобы тебе подсказывали. Так, мы поняли, мы поняли. Очень многих, я думаю, волнует именно вот здоровье, лечебная физкультура. Здоровье, лечебная физкультура. Ни рисование, ни пение. Ну, кого-то может и пение. Ну, смотрите, какая история. Мы это очень хорошо понимаем, и это отдельный и очень серьезный блок, потому что это тебе уже не просто здоровый образ жизни, это медицинские процедуры практически. Это реабилитация называется. По реабилитации ничего сейчас сказать не можем. Мы знаем, что были такие мысли и проекты тоже в нашем Минздраве о заняться предметной реабилитации. Я не знаю, есть ли это в программе Минздрава сейчас. К сожалению, Минздрав не приходит к нам на эфир, а хотелось бы услышать о планах напрямую. Но в ближайшее время на любой из пресс-конференций, которые будут с Дмитрием Александровичем Курдюмовым, мы вопрос про реабилитацию зададим, потому что вот потребность есть. Спасибо. 211-101, номер телефона прямого эфира. Еще даже один звоночек успеем принять. Но напомним, что опять же, все-таки, да, я тоже согласна, Коль, что проекты такие часто запускаются каким-то выборным вещам. Тут же выборы у Собянина будут скоро, правда же, в этом году. Да, да, в этом году. Во-вторых, то, что они говорят, что первый Россия пилотный, и, возможно, его будет тиражировать на всю Россию, тоже понятно, потому что, опять же, пенсионный возраст будут повышать неизбежно. Но с другой стороны, Свет, погоди, вот я все-таки вернусь к нашему слушателю по имени Гоши, который, да, который говорил насчет денег. Ведь тот же пример Вятка Банка показывает, что вопросы финансирования такого рода проектов можно решить мимо бюджета. Да, пожалуйста. За счет внебюджетных источников. Почему нет? То есть здесь любая организация может найти свой интерес, но при этом для людей, вот именно небогатых людей, он будет бесплатен. То есть это решить можно все, это зря, тут бюджет кивать как раз не очень правильно. Ну вот, кстати говоря, мы говорим про пенсионный возраст и про увеличение продолжительности жизни. Если мы видим, что в Москве за последние годы продолжительность жизни столицы выросла до 77 лет, мы цитируем, многие москвичи живут больше 80-90 лет, и там 600 человек столетнего рубежа достигли, то вот по последним данным в нашем регионе на начало 2018 года средняя продолжительность жизни в Кировской области составляет 72,8 года. Это в среднем, да? Да, а в 28-м году достигнет 71-го года, а к 35-му 79-ше, почти 80 лет. Да, к какому году? К 35-му. Ну, все равно, да, ты понимаешь, что и продолжительность жизни это растет, и вопрос качества этой жизни, он так или иначе Ну, понимаешь, свет, и эта продолжительность жизни будет расти в том числе, если люди, вот выходя на пенсию, будут вести активную жизнь, они проживут дольше. Это тоже способ продлить эту жизнь, да? Ну вот. Взаимозависимые вещи. Да, ну вот как бы, чем закончился проект 50+, мы его полгода ввели, действительно удалось увеличить количество людей, которые ходят в разные группы, и в Вяткабанке, и во Дворце Единоборств, в нескольких других местах. В Центре социальной активности, обслуживании не удалось нам как-то объять там своими объятиями, но мысли такие вот закладывались, зарождались, и потребность людей, правда, очень большая, тех именно, кто хочет это делать в группе и под наблюдением специалистов, безусловно, есть, упомянутый уже сегодня практикум тобой, показатель того, насколько востребованы подобные вещи. Просто кто-то может платить деньги, кто-то не может их платить. И хотелось бы, чтобы таких мест там в шаговой доступности появлялось все больше. Главное, чтобы это было больше территориально распространено. Да, все больше. Но мы надеемся, что этот вопрос мы с соцблоком нашим обсудим в какое-то ближайшее время, если нам повезет. Но обещаем, что как только мы их увидим, эта доступность организуется, то мы такие вопросы, безусловно, зададим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова